МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальника отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области, заместителя прокурора Гомельской области. С июня 2008 года по октябре 2016-го возглавлял прокуратуру Гродненской области в нынешней должности с октября 2016-го. Награжден медалями за трудовые заслуги и за безупречную службу трех степеней, а также нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности прокуратуры Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77-68-45. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый вечер. В понедельник, 26 июня, прокуратуре Беларуси исполнится 95 лет. Виктор Николаевич, я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Скажите, пожалуйста, почему вот более чем 30 лет назад вы для себя выбрали именно этот вид юридической деятельности? Ну, в то время, когда я заканчивал школу, очень престижно было получить диплом юриста, а по получению диплома юриста, ну, самое лучшее распределение считалось это распределение в органы прокуратуры. Вот поэтому, если предлагали идти на работу в прокуратуру, то нельзя было отказываться от такого заманчивого предложения. Вы предлагали, наверное, лучшим? Совершенно верно. Я в 26 лет пришел в прокуратуру и прошел уже Рады Советской Армии, проработал юрист-консультом достаточно длительный период. Я уже пришел сформировавшимся юристом. Вот поэтому, ну, больших трудностей, когда вошел в профессию, я не испытывал. Но все равно, в любом деле, когда ты его начинаешь, нужен кто-то рядом опытный. Кто был для вас ориентиром в профессии и примером? В 86-м году, когда я пришел в прокуратуру Гомельской области, очень знаковые были руководители. Гаврильчик Владимир Петрович, половинка Олег Палыч. По сути дела, это мои учителя. Вот именно тому опыту прокурорской работы, умению руководить коллективом, я обязан им. И в 8 лет возглавляя прокуратуру Гродницкой области, я, собственно говоря, ну, брал пример с них. И вот те методы работы я использовал именно с их подачи. Я думаю, что долгие годы профессиональные деятельности, конечно же, накладывают отпечаток на личность. Скажите, пожалуйста, вне работы вы строго судите людей по их поступкам? Есть ли что-то, чего вы не терпите в обычной жизни? Ну, любая профессия накладывает отпечаток. Сейчас придумали такое название «профессиональное выгорание». Поэтому даже в житейских вопросах обвинительный уклон чувствуется. Все-таки 30 лет в прокуратуре. Спасибо. То есть вы такой прокурор и для своих знакомых тоже в некоторой степени. Есть такое. Есть. Чего не можете простить? Простить подлость. Когда человек тебе улыбается, да, а за спиной твоей какие-то делают черные дела. Его ждет наказание? Ну, есть, кроме светского суда, еще божий суд. Поэтому я всегда говорю, есть вопросы морали, которые сегодня не подвластны нашим законам. Поэтому вот с моральной точки зрения, я думаю, вот духовные законы, которые сегодня у нас есть в обществе, дальше действуют. Видите в жизни подтверждение этому? Да, я хочу сказать, и как человек верующий, который вот 57 лет назад был родителем крещен, вот, я все-таки придерживаюсь вот библейских заповедей. Конечно, все дела, которыми занимается прокуратура, важные и сложные. Но, Виктор Николаевич, было ли какое-то дело, которое вам особенно запомнилось, потому что было, может быть, или очень сложным для вас, или очень важным для страны? Вы знаете, не будем мы идеализировать нашу профессию. Прокуратура только пять лет назад от нас ушло следствие. Поэтому через всех прокурорских работников, следователей прокуратуры, вот эта рутинная работа, связанная с расследованием убийств, других тяжких преступлений, не будем идеализировать, это только в сериалах показывают эту детективность сюжета, там, и так далее. Я хочу сказать, что лучше, чем это делают журналисты, а мне довелось встречаться с Леонидом Каневским, который снимает, я считаю, очень профессионально сериал «Следствие вели». И, в частности, он проводил съемки о серийном убийце Москалеве в городе Гродно, и проводил съемки по Мозырскому делу, когда погиб Риббинспектор и следователь прокуратуры, и невинных осудили здесь, в Гомеле. Хочу сказать, что, во-первых, отозваться об этом человеке с большим уважением, он очень трепетно относится к Белоруссии, но и самое главное, что он в эфире подает очень профессионально, казалось бы, вот те заковыки по этим уголовным делам, и, я думаю, телезрители с интересом смотрят. Избегает при этом каких-то жестоких подробностей. Да, да. Нам, профессионалам, конечно, свойственна другая подача материалов, но вот с точки зрения журналистики, с точки зрения телезрителей, все-таки вот такая подача материалов, я думаю, наиболее приемлема. Согласна с вами. Восемь лет вы возглавляли коллектив Гродненской прокуратуры, сейчас снова вернулись на родную Гомельщину. Скажите, пожалуйста, где вам тяжелее, легче работать? Есть ли специфика региона? Вы знаете, тяжелее работать на родине. Почему? Ну, потому что хотим мы, не хотим. К нам вдруг какие-то родственники, о существовании которых ты даже не подозревал, обращаются со своими проблемами, да, одноклассники, друзья, товарищи, которые годами тебе не звонили, не обращались, а тут вдруг объявились, и ты почему-то должен поучаствовать в их судьбе и порешать их проблемы, понимаете? Поэтому вот в этом плане тяжелее на родине работать. В Гродно у меня ни кума, ни брата, ни свата не было, поэтому мне проще приходилось принимать решения. И отвечали только сами за себя. Да, перед законом. Да, но это только для очень ответственного человека, очень сильного. Поэтому вот когда идут такие просьбы, очень, конечно, труднее принимать решения, вот, но чаще всего люди обижаются. Ну, я думаю, что все-таки люди должны понимать вашу специфику, вашу известность. Где есть грань, которой нельзя переступать. Да, действительно, она есть. Разные периоды развития государства оставили разные задачи. С тех времен, когда вы только начинали работу в органах прокуратуры, многое ли изменилось? Хочу сказать, что я принимал присягу еще, давал присягу генеральному прокурору Союза СССР. Мне довелось по жизни познакомиться с последним генеральным прокурором Сухаревым Александром Яковлевичем, который сегодня в 93 года здравствует, живет в городе Москва, который тесно связан с Гомельщиной. Он ее освобождал в конце 43-го года и форсировал Днепр в районе Лоева, который отличается феноменальной памятью. Он приезжал на Гомельщину в 90-е годы, посещал места былых боев и всегда очень хорошо откликается о Белоруссии, о тех прокурорских работниках, с которыми приходилось ему работать. Поэтому мы берем сегодня пример с ветерановых. Вот те люди, которые нас принимали на работу во времена Советского Союза. Поэтому я считаю себя прокурорским работником, который получил закалку в советское время. Пережил вот это смутное послесоветское время, когда заработная плата прокурорских работников была 30-40 долларов. И был большой уход кадров в коммерческие структуры. Но мы остались верны профессии. И сегодня, слава Богу, защищаем закон. Я знаю, что к 95-летию прокуратура Гомельской области подготовила такое очень богатое по своему содержанию издание печатное. Как собирали информацию для этой книги? Ну, вообще, цель была поставлена отдать дань тому поколению, которое разделило судьбу страны, до военному поколению. У нас около 100 прокуроров воевало на фронтах Великой Отечественной войны. Прошли они и трудное послевоенное время. Не избежали репрессий 1937 года. Поэтому мой долг, как человек, который 30 лет работал в органах прокуратуры и как руководителя областной прокуратуры, была задача поднять архивы республиканские. Мы даже обращались в Казахстан, в Россию. Нам пошли навстречу. И мы сегодня можем говорить с удовлетворением, что след тот, который прокурорские работники оставили в различный период времени, он сегодня зафиксирован. И я думаю, с интересом будут читать не только ветераны, но, прежде всего, молодое поколение прокурорских работников, которая должна продолжать наши традиции. Виктор Николаевич, о людях, которые посвятили свою жизнь служению закону. У нас подготовлен сюжет. Давайте посмотрим. Вред ли сегодня есть хотя бы один работник прокуратуры, не побывавший в областном музее криминалистики. Бывший прокурор Гумельской области Олег Половинко здесь не просто посетитель, но и один из создателей экспозиции. В свое время он передал сюда личные вещи и документы, в том числе служебное удостоверение сотрудника прокуратуры Советского Союза. Когда-то именно этот государственный орган осуществлял высший надзор за исполнением законов на территории СССР. Сегодня Олег Половинко вспоминает о некоторых резонансных делах первой половины 70-х. Из таких резонансных дел, если вспоминать, то хищение путевок в обкоме профсоюза пищевиков, главный бухгалтер, тогда было осуждено за хищение. Потом получение взяток должностными лицами Гомельского горпромторга во главе с директором. Директор тогда пошел под суд, начальник отдела и товаровед. Различные формы прокурорской деятельности в нашей истории возникли еще в 16 веке. Современная белорусская прокуратура свою историю отсчитывает с 26 июня 1922 года. В этот день ЦИК БССР учредил положение о прокурорском надзоре. 18 сентября президиум Гомельского губернского исполкома принял решение о создании губернской прокуратуры. Тогда же были озвучены основные требования к работникам этой структуры. Хорошо знать основы советского законодательства, быть безукоризненным с этической и житейской стороны. Служба в органах прокуратуры это одновременно ответственно и очень почетно. Именно в прокуратуре Гомельской области работают принципиальные, порядочные и самое главное преданные своему делу работники, которые стоят на страже прав и законных интересов граждан и государства. Именно поэтому прокуратура Гомельской области всегда находится на лидирующих позициях в республике. Я знаю это не понаслышке, поскольку более 16 лет проработал в органах прокуратуры и считаю этот период самым ярким в своей жизни. Именно здесь я состоялся как личность, именно здесь прошла моя молодость, здесь находятся мои верные друзья, с которыми мне всегда приятно встречаться и общаться. Вообще прокуратуру сегодня можно назвать кузницей кадров для многих правоохранительных структур. Те же судебные заседания достаточно часто ведут бывшие прокурорские работники. Правда, теперь со своими бывшими коллегами у них разные задачи и зачастую разные взгляды на ситуацию. Однако конфликтов между ними не бывает никогда. Заместителя председателя суда железнодорожного района Гомеля Олега Шапиру можно было бы назвать потомственным работником органов прокуратуры. Его отец проработал в этой структуре 50 лет, стаж сына скромнее, всего 5 лет. Со своими бывшими коллегами Олег Шапир общается и сегодня, причем, несмотря на возникающие иногда разногласия, всегда отзывается о них уважительно. Поскольку мы все правоохранители, так или иначе, мы общаемся, мы обмениваемся какими-то новостями, мы обсуждаем проблематику, потому что она все равно общее направление имеет. Мы думаем, как сделать дальше и лучше, мы спорим, потому что в спорах рождается истина. Мы где-то не соглашаемся с другом, но все равно мы очень уважительно относимся к коллегам. На планерке в прокуратуре Гомеля на этот раз о каких-либо чрезвычайных происшествиях не говорят. На территории города случается, конечно, разное, однако пока дел, относимых к категории резонансных, нет. Прокурор Гомеля Юрий Булынко озвучивает цифры направленных в суд дел, но при этом подчеркивает, главное, не количество осужденных, а соблюдение законности. С этой же точки зрения оценивается работа с жителями города. Которых надо выслушать, уделить им времени, попытаться вникнуть в эти проблемы, посмотреть, что в данной связи органы прокуратуры могут сделать для того, чтобы восстановить их не нарушенные права. И вот это вот каждый день. Каждый день нужно принимать десятки решений, от которых очень часто зависят судьбы людей. Постараться не допустить ошибки и сделать все так, чтобы нарушений закона было как можно меньше. В том числе и в деятельности других органов, за которыми мы надзираем. Помощник прокурора Анна Зубарева такую точку зрения разделяет полностью. В городской прокуратуре она один из самых молодых сотрудников. Ее трудовой стаж всего три года. Впрочем, к этим годам можно приплюсовать еще несколько лет. Будучи студенткой третьего курса юридического факультета Гомельского госуниверситета, она решила попробовать свои силы в качестве внештатного сотрудника. На протяжении уже всего университета я еженедельно посещала прокуратуру железнодорожного района, затем уже и прокуратуру города Гомеля после объединения всех прокуратур. Посещала судебное заседание, изучала материалы уголовных дел, жалобы. Мне очень это понравилось, и я решила, что именно здесь я хочу осуществлять свою трудовую деятельность как юрист. В сфере обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка, обстановка в Беларуси в целом является стабильной и контролируемой. За последние 10 лет преступность снизилась практически в два раза. Такая положительная динамика во многом обусловлена работой сотрудников органов прокуратуры. Если есть нарушения, прокуратура должна принять все предусмотренные законом меры для их устранения. И этим мы руководствуемся. Мы не делим на второстепенное и главное. Мы определяем основные приоритетные направления, где видим проблемные моменты, и стараемся нивелировать как вредные последствия, так и те предпосылки, которые имеются для создания этих негативных явлений. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня прокурор Гомельской области Виктор Николаевич Морозов. Виктор Николаевич, мы уже с вами говорили, далеко не каждый человек, даже с блестящим юридическим образованием, может работать в прокуратуре. Что объединяет ваших коллег, которых мы видели сейчас в сюжете? Какие качества? Верность профессии. Вы понимаете, здесь очень правильно было сказано о Зубаревой. Она еще будучи студенткой, избрала для себя, сделала выбор стать прокурором. И на последних курсах в качестве общественного помощника приходила в органы прокуратуры, знакомилась с работой. И потом, когда она получила диплом, уже у нее, так сказать, другого пути и не было. Поэтому сегодня студенты вузов осознанно приходят в нашу профессию, и, соответственно, работают с полной отдачей. Ну, несмотря на несколько такой обвинительный оттенок, который носит в обществе слово «прокурор», прокуратура должна работать на упреждение, на предупреждение правонарушений. Какой вы видите роль прокуратуры в профилактике преступности? Действительно, законодательство и указы президента наделяют прокуроров координирующей функцией. Мы сегодня должны координировать работу всех субъектов профилактики преступности. И действительно, мы эту функцию выполняем. И сегодня, глядя на криминогенную обстановку в области, мы вместе с УВД и другими субъектами профилактики, в начале года у нас Мозырь был под пресным вниманием, два месяца назад Жлобин, очень сложная регион с точки зрения криминогенной, мы анализируем ситуацию, потом выносится вопрос на заседание областного координационного совещания, как правило, выездного заседания. Последний раз с участием губернатора проводилось это мероприятие, где подвергаем критике те субъекты профилактики, которые недорабатывают. И вот благодаря, я думаю, такой системной работе, мы сегодня все-таки констатируем снижение преступности по наиболее тяжким преступлениям. А почему Мозырь и Жлобин, как вы сказали, сложные регионы? Ведь экономически они как раз более благополучные, чем некоторые другие. Я даже бы перевел бы в сферу уличной преступности. К сожалению, сегодня и Мозырь, и Жлобин, а в целом по области мы наблюдаем, значит, рост именно хулиганских, уголовно наказуемых проявлений. Поэтому было о чем говорить и по поводу уличной преступности. Мы считаем, недостаточно сегодня эти улицы патрулируются. По поводу работы ночных клубов, которые, ну, простите за выражение, превратились в злачные места, и все кражи, хулиганство, вплоть до убийств происходят именно вокруг этих ночных клубов, где вы сами знаете, какая жизнь идет. Вот поэтому вот такой взыскательный разговор был и по Мозырю, и по Жлобину. Я думаю, нас услышали сегодня со стороны исполнительной власти, со стороны правоохранительных органов. Принят ряд мер, которые, я думаю, к концу года позволят нам обуздать уличную преступность. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. Я бы хотела о борьбе с коррупцией поговорить, как об одном из наиболее важных направлений работы прокуратуры. К сожалению, победить это явление еще не удалось никому. Но, как вы считаете, насколько значимы именно наши успехи, нашего государства в этой борьбе? У меня своя особая точка зрения на этот счет. Хочу сказать, что прокуратура сегодня именно координирует деятельность всех правоохранительных органов именно в этой сфере. И мы сегодня перед президентом отвечаем за эту работу. Но я должен сказать, что та статистика, которая сегодня есть, а за прошлый год у нас 411 коррупционных преступлений, она не отражает действительное положение дела. Почему? Если вы посмотрите рейтинги, где наша страна обозначена, где-то в середине таблицы по борьбе с коррупцией, это не отражает действительность. Я считаю, у нас коррупционная преступность выдумана в большей мере. Что я имею в виду? Когда сегодня в отношении одного взяткодателя возбуждается 5 уголовных дел, поскольку он 5 раз давал взятку, а взяткополучатель 5 раз принял эту взятку, вот вам 10 преступлений. Хотя мы говорим, на выходе приговор один на двоих человек. Вот вам настоящая статистика. Один приговор, один дал взятку, второй получил, и два человека суждены. Вот статистика. Не 10 получений и дачи взяток, а всего лишь два человека предстали перед судом. Вот я считаю, мы должны сегодня придерживаться такого критерия. Это не только моя точка зрения, но и точка зрения Генеральной прокуратуры. Я думаю, эти цифры бы наиболее объективно отражали сегодня то положение дел с борьбой с коррупцией, которую мы имеем в нашем обществе. А поверьте, мы очень много делаем и в плане усиления ответственности в законодательном порядке и конкретной работы правоохранительных органов. Не будем сегодня перечислять те громкие дела, которые сегодня имелись и имеются в Гомельской области. Тому подтверждение. Виктор Николаевич, кто сегодня не может устоять перед искушением поживиться за государственный счет? В каких отраслях сегодня выявляется коррупция? Я бы немножечко перевел сферу с правовой в психологическую. То есть это скорее личностные особенности, нежели профессиональные действия? До сих пор никак не могу понять. Когда мы берем взяткополучателей с поличным, они предстают перед судом, те люди, которые приходят на их место спустя полгода, начинают тем же заниматься, и опять мы им одеваем наручники. Вот это мне непонятно, понимаете? Я думаю, это дело все-таки в психологии. Сегодня есть над чем поработать психологом, в этом плане, но неотвратимость наказания, у нас такой принцип есть в уголовном законодательстве, действует, да, но почему-то, должен действовать, но почему-то вот ошибки, те, которые были совершены предшественниками, они сегодня, ну, не возымели действия для тех, которые занимают потом эти должности после осуждения взяткополучателей. Ну, как-то по отраслям вы анализируете здравоохранение, образование, производство, управленцы? Вы правильно назвали последнюю фразу «управленцы», потому что их деятельность связана с выдачей всевозможных разрешений, с всевозможными административными процедурами. Вот там сегодня я могу констатировать, больше всего у нас преступлений, вот именно чиновников, которые вот переступили черту закона. А так, в целом, у нас сегодня коррупционное преступление выявляется и в сфере здравоохранения, и в сфере образования, и в других сферах, ну, к сожалению. Имеет ли для вас значение размер ущерба, нанесенный? Потому что под понятие коррупция попадает и... Ну, законодательство сегодня минимальный размер взятки не определяет. Теоретически, теоретически, можно за шоколадку, можно возбудить уголовное дело, но... Да, вот кто-то получает шоколадку, да, а кто-то наносит ущерб. Когда решается вопрос возбуждать, не возбуждать уголовное дело, мы все-таки практики исходим с того, что еще с советских времен есть такое понятие поборы, да. Врачу занесли коробку конфет, чиновнику, который выдал справку, бутылку коньяка, и так далее, и так далее. Вроде бы ничего противозаконного те люди, которые получили вот эти дары, не совершают, но мы у населения формируем вот такой нехороший стереотип, что не позолотишь ручку, ты шага не вступишь, понимаете. Поэтому я думаю, что нам надо бороться вот с этой психологией, которая сегодня существует в нашем обществе. И если врач удачно провел операцию, и мы недавно отмечали день медицинского работника, и человек хочет поблагодарить, напишите объявление в газету. Я сам видел эти благодарности в газетах наших гомельских, которые благодарные пациенты, благодарили врачей. Я думаю, для репутации тех врачей, которые вот сегодня настоящие профессионалы, это гораздо больше значит, извините, чем та бутылка коньяка. Виктор Николаевич, ну а если хочется действительно выразить свою благодарность врачу, либо учителю, как это сделать? Есть в гражданском кодексе норма, которая предусматривает, что вот в таких случаях может быть выплачиваться, вернее, приниматься такое вознаграждение. Поэтому, ну опять же, грань между гражданским законодательством и уголовным, она очень хрупкая. Ну так вот, я думаю, что вам не раз приходилось, наверное, слышать мнение, что в Беларуси очень жесткое законодательство в отношении коррупционных преступлений. Вы с этим согласны или нет? Какова ваша позиция? Все в сравнении. Сегодня в Китайской Народной Республике практикуется смертная казнь для... Невзирая на занимаемые должности, практикуется смертная казнь. Но у нас к таким мы радикальным мерам не прибегаем, поскольку после того, как развалился Советский Союз и у нас перестало действовать советское законодательство, эта норма именно для этого состава преступления упразднена. В ряде других стран, вот мне доводилось быть в Иране, там действительно не только законы шариата, вот об этом говорят, но очень жесткое уголовное законодательство именно для мздоемцев. Поэтому вот такой порядок вещей. И хочу сказать, не настолько уж оно, эти суровые наказания, но в плане того, что никому не прощается. Ни чиновникам низкого ранга, ни чиновникам очень высокого ранга, ни даже правоохранителям, которые попадают на скамью подсудимых. Все равны перед законом, вот именно по вопросам коррупции. Вообще, как оцениваются успехи нашей страны в борьбе с коррупцией на мировом уровне? Где мы в этом рейтинге? Я хочу сказать, на самых передовых позициях и участие генерального прокурора во всех мероприятиях и других сотрудников прокуратуры во всех мероприятиях, которые проводятся под эгидой Евросоюза, под эгидой ШОС, под эгидой СНГ. Вы знаете, что есть коррупционное совещание генеральных прокуроров СНГ. Везде констатируются успехи в Белоруссии, вот именно в этом направлении. Спасибо. Является ли прокуратура действенным и доступным для граждан инструментом защиты их прав? Доверяете ли вы органам прокуратуры? У нас есть опрос на эту тему. Внимание на экран. Как не доверять? Государственные люди принимают правильное решение. Сами же мы не примем этих, там, общественность какая-то. Прокуратура есть прокуратура. Ну, это их работа. Да, доверяем. Я не могу об этом сказать, потому что я никогда не сталкивалась с этими вопросами и с людьми такого уровня. Слава Богу, не встречался. С работой прокуратуры не хотел бы встретиться. Сложно мне говорить об этом, потому что немножко сама к этому относилась. Ну, вы знаете, это все зависит от человека. Если у нас нету коррупции, так все нормально. Тогда, а так, конечно, не очень доверяют люди, если честно говоря. Почему? Почему? Потому что не верят, что справедливость восторжествует. Ну, у меня муж работает начальником. Но жить на эту зарплату невозможно. И поэтому все берут. Никому не верю. Так не сталкиваюсь, но я думаю, можно доверять. Знаю очень мало, но не все так гладко, как хотелось бы. Я вообще сама юрист по образованию, поэтому и, скажем так, и знаю немножко. И сейчас даже имею несколько таких дел, которых надеюсь, при решении которых надеюсь на поддержку и помощь прокуратуры. Ну, а прокуратуры, как и в любых структурах, есть люди, которым я доверяю. Есть люди, которым не доверяю. В общем, по-разному получается. Ну, в общем, пока у меня отношения позитивные. Вы понимаете, шероховатости везде есть. И это всегда было в обществе. Без этого не бывает общества. Но все-таки у нас как-то стараются эти шероховатости, чтобы было меньше. Это вот, знаете, это вот это радует. Ну, а от недостатков будут избавляться. Это же не так все сразу получается. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас в гостях сегодня прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Виктор Николаевич, для правоохранительных органов уровень доверия к ним граждан – это, в общем-то, один из критериев оценки их деятельности. Каков он на современном этапе для прокуратуры? Мы как-то сосредоточились на теме, что прокуратура – это карательный орган. Да, безусловно, сегодня прокуроры вносят лепту в борьбу с преступностью, конкретно с коррупцией и так далее. Но прокуратура – это еще и правозащитный орган. Ведь к нам сегодня по 7 тысяч обращений в год приходят от граждан, которые просят защитить их трудовые и другие социальные права. И мы сегодня вмешиваемся, и мы сегодня защищаем права граждан. Не только с помощью протестов, предписаний, представлений, но мы в интересах этих граждан направляем суды, исковые заявления. Их тоже очень много. Поэтому правозащитная функция прокуратуры, я считаю, в первую очередь должна быть показана. И те граждане, которые получили защиту в прокуратуре, присылают нам благодарственные письма. Но это когда уже люди непосредственно столкнулись с тем, что кто-то ущемил их права, как-то их нарушил. Лучше бы, конечно, этого и не происходило вовсе. Совершенно верно. Прокуроры ведь участвуют и в гражданском процессе. Очень такая важная категория дел, как дела о восстановлении на работе. Практика сегодня судебная показывает, что половина из обращающихся в суд, в суде, находят правду и восстанавливаются на работе. То есть наниматели, увольняя людей, нарушают букву закона. И поэтому прокуроры в этом плане слушаются в процессе заключения прокурора. Очень принципиальные. И более того, если руководитель виноват в незаконном увольнении своего работника, то по иску прокурора эти руководители несут все те расходы, которые были затрачены на выплаты по поводу вынужденного прогулы. Вот так мы сегодня жестко подходим. Одних защищая и карая тех, которые нарушают закон в отношении граждан. Ну вот в этом объеме, 7000 обращений, какие темы еще звучат, помимо отношений с нанимателем? Очень злободневная тема – это привлечение граждан к административной ответственности. Я уже об этом в СМИ говорил, о том, что если сложить все административные взыскания, у нас сегодня порядка 40 органов, которые уполномочены составлять протоколы, если сложить все административные взыскания, наложенные по нашей области, то практически получается все взрослое население подвергается штрафам. Ну, кто-то, конечно, 10 раз за превышение скорости, да, а кто-то и не раз. Правильно? Поэтому, ну еще раз говорю, я считаю, что сегодня положение в обществе таково, что в отдельных случаях за несущественные правонарушения можно ограничиться вынесением предупреждений. И сегодня мы настраиваем прокуроров, и сегодня, если мы видим тот орган, который налагает административное взыскание, перегибает палку, мы опротестовываем такие решения, и, как правило, наши протесты удовлетворяются. Виктор Николаевич, у нас есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. У меня вопрос к прокурору области. На протяжении долгих лет органы государственной регистрации земельного кадастра совместно с чиновниками госполкома подделывают имущественные документы, в результате которых граждане лишаются своего имущества. В основном это самые беззащитные слои населения. Это пенсионеры-инвалиды, которые лишаются имущества, и это имущество переходит к другим лицам. Самая непосредственная часть их под прикрытием судов. Судьи занимаются подделкой и подлогом материалов гражданских дел. Прокуратура никаких мер не принимает. Когда можно обратиться по беззаконию судей, есть конкретные фамилии, конкретные лица, которые этим занимаются. И когда будут приняты меры? Очень серьезное обвинение. Я хочу сказать нашему телезрителю, если у него есть конкретные факты, если у него есть решение суда, которое нужно обжаловать, пожалуйста, вы можете обратиться в приемные дни. Ко мне и я, как сегодня, должностное лицо, которое наделено правом надзорного протестования тех судебных решений, которые не соответствуют сегодня закону. Мы вашу надзорную жалобу рассмотрим, истребуем гражданское дело, если будут к тому основания. Мы протестуем это решение. Что касается злоупотребления, опять же, мы готовы выслушать ваши претензии тем или иным органам. И хочу сказать, что голословные обвинения не должны звучать сегодня в эфире. Но еще раз говорю, что если у телезрителя есть основания для обращения к прокурору, пожалуйста, я готов вас принять в любое удобное для вас время, выслушать вас и принять меры, если будут к тому основания. Вы готовы принять у себя на рабочем месте этого человека, да? Пушкина 12, прокуратура области. Он может обратиться к вам. Мои заместители, кроме того, принимают. По сути дела, каждый день в прокуратуре области проводится прием граждан. И на сколько вас требован? Ну, достаточно много у нас протестов, которые выносятся по уголовным делам. Не только по поводу мягкости назначенного наказания, но и по поводу квалификации и других. На нашу точку зрения отступления от закона. Так и по гражданским делам. Не буду сегодня утомлять ваше внимание цифрами, но, поверьте, достаточно часто мы вмешиваемся и в гражданский процесс, и в уголовный. Виктор Николаевич, к сожалению, уже приходится нашу программу завершать. Я бы хотела, чтобы в ее завершении прозвучали слова поздравления от вас, вашим коллегам. Спасибо за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить тех ветеранов органов прокуратуры, которые отдали всю жизнь нашей профессии, которые были верны закону, были верны тем принципам, на которых всегда воспитывалась прокуратура и стояла прокуратура. Ну а молодому поколению, которое вливается в наши ряды, пожелать успехов, чтобы та преемственность, которая есть сегодня в прокуратуре Гомельской области, она и дальше продолжалась. Поэтому оптимизма, благополучия в семьях, ну и, конечно, здоровья. Всего вам самого хорошего. Виктор Николаевич, спасибо огромное за сегодняшний диалог. Еще раз с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. У нас в гостях был прокурор Гомельской области, государственный советник юстиции третьего класса Виктор Морозов. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова